девочки всем привет меня зовут елена и вы на моем вязальном канале и так сегодня я начинаю и в общем буду продвигать одно очень интересное изделие это задание было у нас от виктории я участвую в совместном проекте вязальный хомяк и виктория каждую неделю дает нам некоторые задания и на этой неделе было задание у нас миниатюра то есть мы смогли мы можем связать что-то маленькое либо для кукол либо игрушки даже маленькие либо для детей новорожденных в общем идей очень много салфетки прихватки все что угодно я выбрала вот такую пряжу и решила прям как бы прежде чем начать вязать подключиться к вам пряжа без обозначений потому что у меня ниточка вернее этикеточка снята я уже ее давно снимала и крючок я выбрала подобрала к этой пряжи два с половиной два с половиной вот такой крючок у меня от 1 мне нравится очень очень хорошо скользит в общем очень гладкая такая поверхность крючка и удобно очень вязать единственный минус он круглый или так как я крючок держу как ручку когда пишем дамы не держать его периодически приходится перехватываться очень он крутится у меня да и приноравливаться надо но я привыкла уже много изделий связалась данного крючка данным крючком и привыкла в общем начала рассказывать недорассказала вступила я в совместный проект виктории о виктории я узнала очень давно даже не помню когда на канале по моему алены абель алена хвалилась подарочком как бы от вязалочки от вязальной подруги виктории цуй из кореи мне так интересно стало я пошла посмотрела на сайт виктории и сразу же подписалась и осталась у виктории в общем до сегодняшнего дня я там и слежу за ее творчеством в общем виктория вяжет очень много изделий это прям это супер скорость я не знаю нужно быть какой вязальной машинкой чтобы вязать столько изделий честно вдохновляет очень потому что оказывается может человек так делать да вот очень красивые вяжет виктория одежда для куколок столько много такие маленькие спицами и крючком и как только можно да в общем у виктории замечательные детки сыночек и две дочки и в общем ну что виктория показывает я не знаю все что как бы она показывает и делится как бы фотографии очень много фотографий на ее канале и даже на страничке в instagram вот в общем виктория предложила совместный проект вязальный хомяк я наблюдала за прошлым совместным проектом хомяк на диете и так как я тогда еще не снимала не видео для канала ничего как бы да что я вяжу и я не вступала в данный совместный проект но я следила за девочками что они вяжут что они предлагают как бы виктория давала также задание но тогда по моему нельзя было покупать пряжу вот и сейчас я все-таки решила вступить в совместный проект и думаю почему бы нет все равно также вяжем мы с дочкой с катюшей вяжем для куколок поэтому как бы интересные идеи можно связать в этот в этот в вот период и для куколок также да на этой неделе у нас задание миниатюра и я задумала с дочкой связать кофточку для куколок для новых куколок недавно купили дочке новых куколок и она и хочет как бы ну как-то по-своему наверное одеть нарядить вот и обязательно буду вставлять видео процессы либо фотографии процесса что я как продвигаю да отчеты мы должны выкладывать до вторника чтобы виктория могла успеть просмотреть отчеты наши всегда на хэштег нашего совместного проекта будет вязальный нижнее подчеркивание хомяк все один единственный хэштег во все в общем все периоды когда мы делаем отчеты так что-то еще говорила виктория будет давать каждую неделю какое-то нам задание интересное но в последнюю неделю месяца мы будем вязать все что хочется нам либо не довязывали бы то что начали либо в общем все что хочется это не возбраняется пройдя по хэштегу вы можете ознакомиться с видео многих девочек но почему-то девочки вот выкладывают видео но не ставят хэштеги то ли не знают какой то ли что ли в общем виктория предупреждала какой будет хэштег чтобы мы все проставляли иначе не просто мы не увидим в общем мы просто не увидим всех девочек кто вяжет в этом совместном проекте насколько я знаю нас 12 человек вот у виктории под видео есть девочки есть ссылочки на всех девочек если у меня получится я скопирую также ставлю себе в инфобокс данное вид данные ссылочки да и также можете пройдя по этим ссылочкам знакомиться с работами девочек в общем до следующего включения очень уж дочка у меня терпит не шевелится я сказала катюша посиди пожалуйста потише мама снимать видео и она терпит очень очень старается сидеть тихо у нее кажется получается молодец катюша вот все пошли мы вязать все до скорого включения так промежуточное включение между тем как я вижу в общем связала я вот такую вот детальку это у меня основа под наверное вот либо кофточка такая с рюшками либо платье еще не определила может быть даже платьишко вот пуговицы наверное посмотрю я сюда вот такие маленькие да выберу либо что-то у меня вот из моих запасов повыбираю такая баночка большая и также я хочу сюда приделать либо вот такую рюшу сейчас как раз таки прикладываю и смотрю что будет красиво смотреться сюда либо розовый вот такую вот фатин у меня есть либо белый в общем думаю пока что сделать розовый наверное отпадает либо белый рюшей либо белым такой вот красивый блестящий материал в общем посмотрим думаем что в итоге получится пока сама не знаю куда меня уведет в общем это у меня будет на пуговичках либо это будет спинка либо перед не знаю возможно тут что-то вот вышивка или также вот какая-то может быть пуговица например даже вот такая вот ягодка ее скрадывает совсем не видно хотя в жизни видно хорошо сейчас просто очень ярким показывает вот этот материал он на самом деле чуть потемнее чуть потемнее чем есть на самом деле так либо какую-то можно даже бабочку красивую да например вот так вот приделать или сверху или сбоку так интересно подумать в общем нужно будет да но это тоже красиво смотрится между прочим но две будет для писта слишком вот и думаю что еще можно у меня есть такие вот листочки осенние так красивый золотистый можно как вот бабочку убрать и с листочками как то так вот поэкспериментировать очень красиво еще один листочек например достать так что-то у меня попадется первое красиво смотрится тоже да оригинально либо как то по другому сейчас просто перед через камеру очень неудобно это делать так попробовать вот так вот вот в общем можно поэкспериментировать до следующего включения так и вновь промежуточное включение пуговицы мы уже пришли катерина сказала что хочет желтенькие пуговки да катюша она сама выбрала всем привет скажи привет показывай свою куколку кому это все делаем вот такую куколку алиса это алиса новую куколку мы приобрели купили да и вот делаем ей такой новый наряд она конечно же была в платьевке и мы его сейчас сняли то чтобы примерить платьевке покажи катюшку платье F ��� hid держи картюша вот это я показываю ход моей работы так ж у меня есть вот такая вот широкая лента я ее примеряла целью делать да но как бы в складочку чтобы было вот даже видно складочку. Но, как бы, мне не очень-то что-то понравилось. Решила все-таки остановиться вот на такой рюшечке. И это, наверное, будет просто как кофточка. Даже не удлиненное платье, Катюша. Не удлиненное платье, а как кофточка. Они тоже хотят. Ну все, пусть смотрят. И вот такая, как бы, если не понравится, я, конечно, уберу. Но мне, как бы, нравится, что я делаю. Вот так вот, например, да, к этому. Либо вот тут бабочку такую сделаем. И будет, я думаю, что симпатично смотреться. В общем, посмотрим. Я не хотела делать длинное вязаное платье. Хотела что-то именно с рюшами, как бы. Что-то у меня в планах вот такое было. Все, до следующего включения. Ну вот наш итоговый результат. Вот что получилось у нас. Кофточка такая, знаете, кофточка с рюшами. Здесь вот пуговички. Желтенькие, как Катюша выбирала. И вот такую вот пуговичку также она выбрала сама. Сказала, мама, хочу вот такую. Кофточка маленько получилась. Хорошо. Кофточка маленько получилась. Беликовата. Но у нас еще есть и большие куколки, кроме такой, да, побольше еще. Размером, размером таким побольше, да. В общем, можно будет их менять, наряжать. И вот сейчас смотрю и думаю, здесь как будто вот чего-то не хватает. Наверное, какой-нибудь беленькой обвязки, что ли. В следующий раз, когда буду что-то подобное вязать, я, возможно, потому что на камеру смотрится совсем по-другому, как в жизни. В жизни этот цвет морковный. Какой-то, знаете, бледно-оранжевый. На камеру прям сочный, яркий, оранжевый. Но он не такой. Вот. И на камере как будто бы не хватает каких-то вот рюшечек белого цвета такой, чтобы оттеняло, да. Вот, так вот мы пришили. И такая вот красоточка теперь у нас есть у Кати в игрушках. Новая девочка и в новом наряде. Катюша, ты довольна? Да. Молодец, это самое главное. Все, до следующей, до следующего включения. И вязания. И вязания, да. Так что, дочка у меня тоже, кстати, вяжет. Нам 6 лет, она учится уже держать крючок, уже научилась. И вяжет, у меня столбики с одним накидом. Учится, в общем. Молодец. Все, до следующего включения. И вот такое новое изделие у нас получилось для такой куколки красавицы. Будем наряжаться, будем вдохновлять друг друга, вдохновляться у друг друга. И, девочки, вот так вот интересно вышло с рюшками. В общем, вяжем-повяжем. Всем до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok